Привет! В морских глубинах полно удивительных, странных, а порой даже ужасных существ. Вот о некоторых из них я хочу вам рассказать. Гигантский изопод. Гигантский изопод – это существо, похожее на огромную мокрицу, и действительно, размеры его поражают. Самый большой зарегистрированный экземпляр был весом 1,7 кг и 76 см в длину. Гигантский изопод обитает в холодных водах на дне Атлантического океана на глубине от 170 до 2,5 тысяч метров. Питаются падалью от туш китов и больших акул. Несмотря на свою устрашающую внешность, изоподы абсолютно безвредны для человека. Некоторые люди даже держат их у себя в аквариумах. Еще одно существо, которое с виду выглядит устрашающе, но на самом деле он даже очень безобидный. Это мечехвост. Мечехвост существует на Земле уже 440 миллионов лет, и внешне почти никак не изменился. Мечехвост имеет тело, состоящее из двух основных частей – головогрудь и брюшко. Головогрудь покрыта панцирем, защищающим от врагов, а на брюшке имеется 6 пар конечностей. Тело заканчивается огромным шипом, похожим на меч, отсюда его название. Пищей для мочехвостов являются мелкие донные беспозвоночные, моллюски и икринки рыб, и даже водоросли. В настоящий момент их осталось очень мало. Европейский удильщик. Эта рыба внешне очень непривлекательная, поэтому ее еще называют морской черт. Но она съедобная, мясо у нее белое, плотное и без костей. Особенно популярен морской черт во Франции. Длина тела до 2 метров, максимальная масса тела около 58 килограммов. Голова у морского черта очень большая и занимает 2 трети всего тела. Рот также огромен со множеством зубов. В ожидании добычи морской черт ложится на дно и становится абсолютно неподвижным. Он даже удерживает дыхание, совершая вдохи через 1-2 минуты. И только приманка на конце его отростка удилища слегка трепещет, приманивая рыбу. Стоит рыбе или какому-нибудь другому животному приблизиться к приманке, как огромная пасть черта раскрывается и тут же смыкается снова поглощая жертву. Эти движения совершаются с такой молниеносной быстротой, что за ними просто невозможно уследить. Прожорливый хищник в большом количестве поглощает придонных рыб, а также крупных беспозвоночных животных. Пурпурная или лиловая лягушка. Это самый настоящий крот среди земноводных. Практически все время она проводит под землей. Ареал ее обитания очень мал, всего 14 квадратных километров в западных хатах в Индии. Все это привело к тому, что официальное открытие и описание пурпурной лягушки произошло только в 2003 году. Тело лиловой лягушки имеет округлую форму, отчего кажется, что она невероятно толстая. Голова напротив необычайно маленькая, заостренной мордочкой и белым кончиком малюсенького носа. Мелкие круглые глазки с горизонтальными зрачками практически незрячие, зато с обонянием у нее все в порядке. Именно с его помощью она находит пропитание, просовывая узкую мордашку в норке насекомых и вытягивая их оттуда длинным рифленым язычком. Крошечный рот не позволяет подземной лягушке проглотить крупных существ, поэтому питается она термитами, мелкими червяками и муравьями. Живет она очень глубоко под землей, от 1 метра 30 сантиметров до 3 метров 70 сантиметров, так как любит влажную среду, а наружу выходит только во время размножения, поэтому ее так трудно встретить. Рыба-жаба. Такое нелицеприятное прозвище она получила за свой отвратительный вид. У рыбы отсутствует чешуя, но все тело покрыто наростами и усеяно множеством ядовитых шипов. Еще одно сходство с земноводными придает привычка рыбы закапываться в мягкое илистое или песчаное дно. На поверхности рыба-жаба оставляет только свои глаза, посаженные высоко на голове. Поскольку обитает рыба на грязном илистое или песчаном дне, такой камуфляж хорошо маскирует ее, не давая себя обнаружить мелкой рыбе. Подплывающую жертву рыба атакует молниеносным прыжком из своего укрытия, заставая ее врасплох. Вырастает рыба-жаба до 40 сантиметров. Большая часть тела – голова, которая имеет огромные пропорции по сравнению с телом. Ее пасть раскрывается очень широко, что позволяет заглатывать довольно крупную рыбу. Она очень неприхотливая и всеядная. При отсутствии достаточного количества основного рациона питания, не брезгует и растительной пищей. Дальше я расскажу, пожалуй, о самом мерзком существе из нашего списка. На вид оно очень противно, но говорят, что на вкус очень даже ничего. Итак, вот оно. Это рыба-пенис. Думаю, нетрудно догадаться, почему у нее такое название. На самом деле это вовсе не рыба, а разновидность морских червей. У них нет общепринятого названия, кроме латинского. Поэтому в народе ее называют под именем рыба-пенис. Вырастают они до 30 сантиметров в длину и 3-4 сантиметров в ширину. Этих червей обычно употребляют в пищу в Японии в сыром виде с различными приправами. В Китае же их жарят с овощами или размельчают в порошок и используют в качестве приправы. Рыба-капля. Рыба-капля по праву считается самым уродливым существом в мире. Она обитает в глубоких водах вблизи Австралии и Тасмании и встречается чрезвычайно редко. Считается на грани исчезновения. Внешний вид этой рыбы весьма причудливый. На передней части морды рыбы находится отросток, который напоминает большой нос. Глаза маленькие, посажены около носа таким образом, что создается внешнее сходство с человеческим лицом. Рот достаточно большой. Его уголки направлены вниз, отчего морда рыбы-капля, кажется, всегда имеет грустное и унылое выражение. Именно благодаря своему выразительному лицу рыба-капля прочно держит первое место в рейтинге самых странных морских существ. Вырастает взрослая рыба до 30 сантиметров. Держится она на глубинах от 800 до 1500 метров. Тело рыбы представляет собой водянистую субстанцию с плотностью меньше, чем у воды. Это позволяет рыбе-капле летать на дном, не затрагивая при этом энергии. Отсутствие у нее мышц не мешает охоте на мелких ракообразных и беспозвоночных. В поисках пищи рыба парит на дном океана с открытой пастью, в которую набивается корм. Либо же она лежит неподвижно на груди, надеясь, что мелкие беспозвоночные сами заползут к ней в рот. На этом все. Посмотрите также два других интересных ролика, ссылки на которые вы видите на своем экране. Но я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok